привет 2020 год очень богат на сюрпризы он закрывает для нас границы государств но при этом открывает большую возможность насладиться красотами нашей страны и пришло время посмотреть на русский север осталось только собрать вещи но я это делаю очень быстро и все путешествие получилось большим и интересным поэтому я разделил его на выпуски и это первый выпуск мы не полили бензин почем зря двигаясь только вперед но и заезжали на интересные места съезжая с маршрута тульские сейшелы липецкий дракон резиденция правительства сша в богородицке кстати это не она а памятник тысячелетия великом новгороди действующего я куха инсала что с финского означает козья глушь но во всем по порядку но мы наконец-таки собрали загрузились укомплектовались и уже выехали составе группы мой брат евгений я подписывайтесь на канал ставьте лайки будет много интересного и димитриус мой сосед делайте то что он говорит после долгого туристического застоя душа попросила экзотики но что может быть экзотичнее жары летом на юге правильно тундра севера вот туда-то мы и отправились краснодарский край сменялся россыпью областей город задонск обратил на себя внимание страз такое количество церквей куполов шпилей на квадратный метр не оставляет равнодушным попутных туристов пилот воздушного судна что не пустили вас в парк не пустили приехали значит а кудыкину гор сегодня понедельник нам охранники показывают читайте инструкцию не работает сегодня но мы не сильно расстроились у нас есть коптер хоть они чуть пугались говорили снимать это все ложь то ли от того что персонал был недружелюбен и источал негатив то ли от того что из пасти дракона не горело пламя но кудыкина гора не произвела на меня впечатление а может этого и не должно было произойти и они нацелены на детскую аудиторию осмотрев местность мы двинули в поисках нашли солнце быстро садилось а путь нашел в сторону деревне романс что в тульской области и по пути следования попался город могородицк в котором мы и заночевали я бы вам ничего о нем не говорил если бы не два но первое прямо в центре города находится огромный парк лес второе в нем находится дворец музей-усадьба по стилю напоминающий здание белого дома в сша и неожиданно третье и тут уж не обошлось без расследования навального эта усадьба была создана для внебрачного сына екатерины второй алексея григорьевича бобринского ну а дальше нас ждали не побоюсь этого слова тульские сейшелы дело в том что 60-е годы на этом месте добывали буровой уголь а в 80-е качество сырья снизилось появилась вода и добыча была приостановлена дальше природа сделала свое дело на этом можно было бы и закончить свой рассказ про озера если бы не мусор повсеместно оставленный отдыхающим поэтому призываю все как говорит мой сосед димитриус оставлять после себя место чище чем оно было до вас добрались до москвы до родимой родной столицы но мы идем дальше на северную столицу далее мы весь день ехали и заночевали в великом новгороде мы не планировали оставаться в великом новгороде но раз так получилось глупо было отказываться от прогулки у стен древнего кремля новгород один из древнейших городов россии первое упоминание датируется 859 годом а это памятник российской государственности дата основания 1862 год город произвел приятное впечатление тихий уютный полдня мы побродили по его улочкам но я уже ждал встречи с ладожским озером приближение севера чувствовалось хвойных пород становилось все больше черника появлялась не только на прилавках но и в лесной чаще вот таком прекрасном месте мы остановились ладожское озеро полная тишь да гладь людей нету красота маяк маяк во хайн сала был назван по названию поселка ныне это моторное а с финского означает козья глушь действительно тут не поспоришь место очень тихое маяк и поныне работает указывая путь морякам рыбакам и отдыхающим возле него туристам на этом первый выпуск подходит концу ставьте лайки и подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал